Всем огромный привет! Добро пожаловать к нам в гости на наш канал. Мы рады приветствовать вас в новом видео. Сегодня видео будет посвящено такой любимой теме, как заготовка еды, как облегчить себе жизнь, экономия времени и денег. Первое, что мы будем готовить, это будут у нас голубцы. Все ингредиенты мы уже подготовили. Итак, свиной фарш покупали в Костку, он идет не сильно жирный, как раз такой, какой надо. Капустные листья, тоже покупные, они уже готовые. Сорт риса арборе мы отварили до полуготовности, в подсоленной воде. Нам понадобится зажарка в виде лучка и морковки. Морковку зажаривать не будем, просто натрем на крупной терке. И наши любимые специи, соль, перец. Вот такой вот фарш у меня получился. Каждая хозяйка готовить по-своему. Мы готовим так вот. Получается очень вкусно. Голубцы наши готовы. Хорошая порция на семью из четверых. Да. Отправляем в морозилку. У нас остался фарш, поэтому мы придумали приготовить еще одно очень интересное блюдо под названием фаршированный перец. Перцы у нас тоже дома есть. Нам понадобится фарш готов, начинка готова. Перцы мы разрежем напополам. У нас небольшая кастрюлька и такое количество перцев целиком, оно не поместится. Поэтому мы будем разрезать и начинять половинки. Фаршированные перцы готовы. Достаточно быстро и легко все готовится. Я всегда использую одинаковую начинку, что для голубцов, что для перцев. И что, даже я смогу достать и приготовить? Да, представь себе, как удобно, да? У нас еще остался фарш, поэтому предлагаю приготовить еще фатлеты в панировочных сухарях. Тот же самый фарш. Итак, для нашей начинки нам понадобится фарш, яйца, репчатый лук, лук для сочности котлет. Мы уже покрашили его. Да. Хлеб я замачиваю в молоке. Уже замочен. И все, формируем котлетки в панировочных сухарях. Сухари мы покупали в Костка? Нет. А, да, добавляемая соль, перец и любимые специи по вкусу. Хорошо, сухари будут секрет. Холлсайл. Значит, все ингредиенты я смешала. У нас получился вот такой вот замечательный фарш. Если приготовить фарш именно по такому рецепту, то котлетки получатся очень сочными и нежными. Напоминаю, хлебушек замоченный в молоке, лук, лук дает сочность котлеткам. Яйцо, соль, перец по вкусу, любимые специи. Формируем котлетки в панировочных сухарях. Так, ну вот такие вот красивые котлетки получились. Котлетосики. По вкусу тоже будет супер. Моя хозяйка молодец. Спасибо. Отправляем их в морозилку сейчас и приступаем к следующему блюду. Так, друзья, блюдо номер 4. У нас осталось немного фарша, поэтому мы решили еще что-то вкусненькое приготовить. Тоже котлеты, но будут готовиться они по-другому. В духовке. Да, будут запекаться в духовке с сыром. С сыром. Да. Будем использовать тот же фарш, только единственное, что я добавила, зелени. Кинзу. Кинзу. Перемешаю все. Я уже отсюда чувствую. Да. Перемешаю все, сформирую котлетки, и потом я покажу, как я буду делать углубления для вот этого сыра. Немного отличаются формой наши котлетки от предыдущих котлет, да. В общем, делаем углубления я с помощью ножа для сыра. Так. Мы не обваливали в сухарях. Да, панировочных сухарях. Но досточку смазали, чтобы не прилипло. Да. Сыр моцарелла купили в Костка. По хорошей цене. По хорошей цене две пачки целых. Уже натертый. И он оказался для нас самый любимый для таких вот блюд. Ну, как-то так. Вот. Это будет красивая и эффектная подача. И плюс то, что оно не жарится в большом количестве масла. Это огромный плюс будет этому блюду. Смотри, какая красивая. Уже красивая, правда? Да, ну да. Давно я такие котлетки не готовила. Да. Ладно, продолжим за кадром. Вот такие красотульки получились. С сырком. Украсит наш один из вечеров. После работы, конечно, когда я приду. Быстро приготовиться. Вкусно и сытно. Вкусно, сытно. Да. Отправляйте в морозилку. И в конце мы будем все это, конечно же, вакуумировать. Потому что куча досочек в нашей морозилке занимает место. Итак, блюдо номер пять. Мы с собой постарались сегодня на славу, я тебе скажу. Так как у нас остался еще фарша осталось, да? Ну да, почти три килограмма было, правильно? Да, да. Можно приготовить ленивые чебуреки. Нам понадобится тортилья. Тесто замешивать мы не будем. Будем использовать тортилью, да? Ну, поэтому они и ленивые. Да. Фарш у нас есть. В фарш добавим лук, соль, перец. Яйцо будем добавлять для смазывания краев, да. Ну и отлично. И все? Короче, все должно быть просто, быстро. И вкусно. Сейчас все замесим и покажем. Да. Хотим показать процесс. Друзья, значит, выкладываем фарш на одну половинку тортильи, да, тонким слоем. Яйцо смазываем края по кругу. Вторую половинку? Не, всю тортилью, да. А, типа так она склеивается. Да. Интересный клей. Да. Хотя я делала и водичкой обычно. И сработало, да. Сработало, ничего не расклеивалось. Ни при жарке, ни так. Так как эти чебуреки у нас будут замораживаться, мы будем готовить не сегодня. Ну да, у нас же все в заморозку. Да, это заготовка. Набиваем морозилку нашу. Да. Так, теперь мы делаем вот так вот. А, еще, чтобы придавить. Можно и не делать, но это так. Для красоты чтобы было. И для красоты, и чтобы наверняка. Вот. Когда готовим вот эти чебуреки, они совсем не отличаются по вкусу от оригинальных. Так же сама тортилья, когда поджарится, хрустяще становится. Начинка сочная. Все такое. В общем, вот такие вот чебуреки получаются. Это очень легкий действительно рецепт и не отличишь от оригинального. Если честно, то я бы уже их пожарила. Да? Угу. Да мы тут уже десятый час готовим. Все голодные. Конечно, смотришь на это все. Слюни текут. Текут. Я вот тут подтираю под столом. Так, ну хорошо. Вот такая вот красота получилась. А то он не помогает во всем. Да. Ну, ускоряем процесс. Да. Так, ну все. В морозилку. И потом в вакууматор. Я просто не представляю, сколько можно еще приготовить блюд из фарша, да? Мы думали, он уже давно закончится, но он, по-моему, бесконечный сегодня. Ладно, но мы молодцы. Поэтому решили еще одно блюдо приготовить. Бублики. Замоченные в молоке уже. В общем, будем тот же фарш фаршировать. Бубличек. Начинку начинять, да? И потом оно в духовке будет, да, все? Ну, сначала мы замораживаем, а потом перед подачей мы достаем, обмачиваем в яйце и потом жарим. А-а-а. Это жарит на сковороде в масле. Ну, все отлично. Ну, в общем, сейчас покажем. Короче, единственное, то, что бублики маленькие, поэтому придется мучиться каждой ночью. Нормально, для дели. Вообще-то это для деток очень удобно. Ну, да. Тем более, милушка у нас почти их съела. Мы успели быстренько закинуть в нашу миску. Это наша младшая, если кто у нас новый на канале. Я тут еще поддакиваю на заднем фоне, потому что все устали уже. Да. Но мы продолжаем. Так, ну, все, бублики готовы с фаршем. Я-то думал, тут какое-то известное блюдо, а Лена мне говорит, а вы разве в детстве не ели? Ну, я не помню, что мы в детстве ели такое блюдо. Поэтому, скорее всего, это блюдо из детства Ленусика. Да, да, это так. Поэтому будем наслаждаться таким вкусом, вкусным... Блюдом. Блюдом. Блюдо-блюдо. Блюдо... Закуска, да, наверное? Закуска, точно. Точно. Поэтому где наш коктейль? А коктейли будут после работы, после готовки. Фантазии нет предела, друзья. Фаршу нет предела. Какое блюдо по счету? Это вроде или шестое, или седьмое. Седьмое, наверное. Так, значит, остался фарш. Это уже последнее будет блюдо на сегодня. У меня осталось яйцо после смазывания чебуреков. Я предлагаю его использовать. Добавим манки, перемешаем яйцо, и получится у нас тефтели. Тефтели или фрикадельки? Да. Фрикадельки вроде идут с рисом, а тефтели с манкой. Ну, хорошо. Тефтели можно использовать в супчик, да? Можно использовать просто с подливкой какой-то. Да, да, да. В любом случае будет вкусно. Короче, лепим, и все. На этом заканчиваем нашу заморозку. Такая вот красота получилась. Постаралась, чтобы более-менее одного размера получилось. Как я сказала, можно было, можно в супчик добавлять, можно с подливкой. Короче, найдем его применение по-любому. Конечно, конечно, да. Поэтому отправляется он в морозилку и ждет своего времени, когда мы... Или в вакууматор, или куда мы его засунем? А мы посмотрим, да. В лоток, возможно, да? Все это было последнее блюдо, поэтому двигаемся дальше. Друзья, вакуумация прошла успешно, завакуумировали. Подписывать ничего не буду, хотя можно, стикеры у нас тоже есть. Все понятно и так, да, что это голубцы, фаршированные перцы, котлеты. Я помню, что везде использовала свиной фарш. По поводу нашей вакуумной машины. Мы не сильно довольны, кстати. Слабенько работает, но ничего. Разбогатим, купим лучшую. Да, да. Успеет развакуумировать. В общем, друзья, мы уже видим, что это большая экономия во времени. Поэтому всем спасибо, кто досмотрел вас до конца. Всем огромное спасибо, кто был сегодня с нами. Наша коронная фраза, оставайтесь счастливы вместе с нами. И всем пока-пока. Всем пока.